здравствуйте в эфире программа о чем говорят совсем немного времени остается до фестиваля искусств который ежегодно проводят для жителей губернии самарской филармонии какой будет самарская осень в этот раз об этом мы будем говорить с директором филармонии еленой козловой здравствуйте большое спасибо что пришли вообще самарской осени но одно из самых значимых ежегодных событий культуры это неоспоримый факт вот поэтому давайте что ждет нас в этот раз но я напомню что-то 1 октября это день музыки филармонии всегда к этому я знаю готовится пожалуйста он сам до слушателей ждет 11 концертов в рамках этого фестиваля причем хочу подчеркнуть что слушателей области потому что не только в зале филармонии будет проходить концерты но еще и в городах области с этого пожалуй я и начну 1 октября наш академический симфонический оркестр во главе с михаилом щербаковым народным артистом россии откроет уже традиционный свой концертный сезон 1 октября городе в новокуйбышевске во дворце культуры состоится концерт там будут участвовать наши солисты и исполнять фрагменты из оперы кармен такое вот необычное открытие а почему так сложилось потому что впервые самаре 1 октября к нам приедет московский государственный оркестр под управлением павла когана этот прославленный коллектив ни разу не по моему не никогда не был вообще вообще коллектив мало гастролирует по стране это зарубеж и и москва да да поэтому очень повезло что в честь 75-летия коллектив организовывает такой большой тур который включает себя 20 городов и начинается он именно в самаре 1 октября международный день музыки коллектив исполнит произведение русских композиторов и будет очень интересная программа все с большим нетерпением ждем этого концерта тем более что дежур павел коган работал в прошлом сезоне с нашим оркестром в феврале месяце а теперь он приезжает со своим коллективом вообще замечать на самом деле хотя в принципе первый раз жалко конечно потому что мы у нас очень долго работал его сын дмитрий коган как раз годовщина как раз была его кончина очень много оставил после себя да и оркестр и у самарской филармонии у самары с ним очень много связано вот и я помню когда и дмитрий как сидел здесь я бы разговаривали о том что вот было бы хорошо чтобы батюшка приехал то сюда с концертом но у того своя программа была поэтому на самом деле это подарок до самарских жителей конечно это замечательно это большое событие будет конечно грандиозно армонии до в области поэтому всех приглашаем да хорошо что еще нас ожидает я вот пока вы тут садились я взял так одну у вас вот вот это вот коричневую красота это да репертуар репертуар до октябрь под знаком скрипки да вот так вот открываю я для телевизора говорить и у меня сразу анатолий кроу вот наш прославленный вообще мэтр просто джазовой музыки но он приедет не просто один а приедет со своим коллективом академик бэнд да и такие молодые ребята настоящий оркестр джаз-бэнд поэтому программа будет вообще очень интересно и не всегда мы можем вообще себе такой позволить но только в рамках фестиваля вот такие большие коллективы у нас посещаются нашу саму поэтому не один едет я смотрю везет двух вокалистов но разумеется солистов до своим оркестром а вообще скрипка там у нас не случайно потому что в рамках фестиваля у нас выступит выдающийся скрипач виктор третяков со своей супругой наталья лихопой тоже скрипачкой симфоническим оркестром они будут исполнять сочинение моцарта и другие зарубежных композиторов также еще вот опять же по знаком скрипки замечательная артистка лауреат первой премии конкурса чайковского победительница майука камео со своим супругом мирославом култышевым пианистам и он здесь больше знают у нас городе концерт тоже в рамках фестиваля состоится она по моему было в россии то в общем довольно таки известную исполнитель ну конечно она победитель конкурса чайковского да только благодаря этому да она известна да но у нас она не так часто бывает более с камерной программой когда скрипка и рояль у нас самарцы любят вообще скрипку я не знаю вот два инструмента которые всегда вызывают в душе какие-то такие вот наш орган но это вообще да наша гордость кроме осени да у нас еще и фестиваль органной музыки и как раз в октябре к нам приезжает жан-батист дюпон органист из франции мы здесь работаем в творческом сотрудничестве с альянс францесс самара поэтому тоже концерт будет очень интересен это вот немножко да в те же сроки когда и осень но органы фестиваля у нас сентября по декабрь проходит осень насыщена вообще различными концертными программами конечно потому что именно фестивале задача фестиваля показать срез концертного сезона все направления наверное в котором и дальше будет двигаться филармония так например будет юбилейный концерт пятилетие нашего ансамбля филармонии волга фолл бэнд 12 октября уже пять лет прошла когда они только-только появились как бы их не то что рекламируют вот у нас началась с двух дмитриев да дмитрий пусков и дмитрия косякова а сейчас это уже полнометражный коллектив и ими появилась у ребят да да конечно да они представляли уже за это время коллектив филармонию на олимпиаде в сочи сейчас вот недавно они ездили в махачкалу в прошлом летом в астану тоже представляли наш регион на экономическом форуме так что коллективы есть чем гордиться есть что показать свой юбилей они самару прославляют они просто ездят и самару и филармонии что касается других жанров выступит ансамбль годенко это замечательный коллектив танцевальный из красноярска мы тоже его ждем с большим нетерпением вот а завершится фестиваль камерным хором владимира минина он сам тоже обещал приехать к нам и будет исполнен реквием моцарта исполняется не так часто музыка всем известна поэтому тоже с большим нетерпением ждем этого концерта и слушатели ни разу не сказали на самом деле нельзя не упомянуть маэстро михайловича рыбакова народного артиста российской верации который все время будет тоже дате да 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 ну в новокуйбышевске это начнется о чем мы сказали дальше концерт с виктором третяковым и еще два концерта где будет солистом выступать юрий стоянов вечер да конечно легендарный городок да 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 народный артист россии сначала вечернем концерте 20 октября будет звучать его исполнение повести белкина и музыкальный материал для взрослой аудитории до михайлович подбирает музыкальный материал то есть это такое вот творческое сотрудничество музыка русских композиторов будет звучать чайковского калинин ковылядова а на следующий день уже программа адресована деткам и в самарской осенью нас это впервые что для детской аудитории есть мероприятие малыши карлсон астрид лингренд тоже в исполнении юрия стоянова это будет выходной день воскресенье в 15 часов вообще на самом деле интересно я не представляю себе в этом в этой роли юрия стоянова вот впервые у нас представить вообще наш менеджер филармонии многие годы вел с ним переговоры потому что очень востребованный как мы видим везде и очень сложно было его сюда вообще к нам позвать и притащить да 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 я понимаю еще вот с такой необычной программой хорошо вот есть еще немножко времени какие сюрпризы готовим вот на что хотелось бы обратить особое внимание впервые мы у нас есть множество конечно премьер в этом сезоне и вот хочется остановиться на подробнее в ноябре месяца 4 ноября выходной день опять же слушатели ожидает очень большое открытие потому что у нас проект будет такой музыка в темноте уже само название заинтриговали да мы даже его позиционируем как мультимедийное шоу это коллектив михайловского театра артисты оттуда танцевальная пара лауреаты тоже всевозможных танцевальных фестивалей вокалисты ну сам вот этот камерный ансамбль руководитель проекта евгения зима то есть это такое мультимедийное шоу где будет исполняться в общем неизвестная достаточная музыка но в сочетании с космической такой тематикой для самар это как вы понимаете особо актуально а в темноте я все жду когда вы скажете что зрителям завязали глаза или зал погрузился по крайней мере мы будем следить за тем чтобы не дай бог никакая дверь в портерте на балкон не открывалась чтобы сочетание до музыки и мультимедийное шоу чтобы никак она не нарушилась конечно еще тоже из таких открытий чего не было никогда в филармонии коллектив из аргентины маламбо это такой жанр фламенко который исполняется только мужчинами то есть ждет 13 мужчин танцующих это не так как восьмом и марта какого-то тура то коллектива прославленного из аргентины живое исполнение живая музыка тоже видеоряд то есть очень обещает быть интересным этот проект нас такого никогда конечно не было вот таких танцев фламенко она вообще пользуется последний последний год а потом замечательный наш пианист тезка известного персонажа борис березовский двенадцатого декабря тоже ждет нас очень давно здесь не был буквально лет 15 наверное сольным концертом и это конечно тоже один из предмет наверное нашей гордости что этот солист снова у нас прошу прощения замечательно вообще филармония она всегда притягивает к себе внимание всех любителей музыки на самом деле осень это как раз то время когда вы не можете пожаловаться на отсутствие зрителя я вообще не помню практически я в общем-то частую вас гостью вас всегда аншлаги мне кажется душу греет но мы этим гордимся до заполняемый зала 82 процента дорогого стоит спасибо нашим слушателям преданным дорогие друзья да давайте еще расскажем 1 октября международный день музыки оркестр под управлением павла когана поэтому всех приглашаем да на самом деле такое бывает редко тем более павел коган в самаре действительно первый раз будем надеяться что ему так у нас понравится что он к нам еще вернется будем надеяться спасибо вам большое и филармония конечно всех вас ждет спасибо до свидания всего-то